Да, такое возможно в 21 веке. Из казанского кризисного шелтера люди в форме похитили двух девушек из Дагестана, которые бежали с родины от домашнего насилия. Утром 18 октября они приехали в Казань. Это были Айшат Сайгит-Гусейнова с двухлетней дочкой и Фатима Сайгитова, девушки, которым по 20 лет, целый год планировали побег из дома, где их насильно выдали замуж, не позволяли учиться и работать, и где они постоянно подвергались психологическому насилию. Добраться до Казани девушкам помогли волонтеры, с которыми те связались еще в Дагестане. Они передали их под попечительство местного фонда «Благие дела», сотрудники которого разместили девушек в кризисном шелтере «Мамин дом». Но пробыли они там совсем недолго. В этот же день обе пропали. Их увезли люди в форме. Ну вот вчера к нам в 11 часов дня приехали две девушки из Дагестана с просьбой о помощи и просьбой укрытия. Мы разместили их здесь, в нашем кризисном центре. Сюда они, получается, заехали в районе трех часов дня. Вот, ну, поскольку у нас ремонт, они там что-то для себя, кровать какую-то организовали. И вот, судя по всему, приготовили ужин. То есть здесь в кастрюле вот макарошки, картошечка, чай с водой стоит. И, собственно, ну, поесть им, видимо, так и не получилось. Восемь, ну, около восьми часов, там где-то без двадцати, наверное, восемь, поступает сообщение о том, что их забрала полиция. То есть они вот успели отправить, ну, там, кто им помогал, то, что все, нас нашли. Это все, это было последнее адекватное сообщение, правдивое сообщение, которому мы можем доверять. Дальше вслед пропадает, то есть ни один из отделов не дает информации о том, что к ним поступили девушки. И тут, то есть след полностью пропадает, и где-то в районе десяти часов вечера, плюс-минус, там, приходит информация о том, что они скинули видео, опять-таки, я так понимаю, то, что девушки, да, о том, что они находятся в доме у родственника, что с ними все хорошо, что не надо поднимать никакой паники, и типа, вот, у нас все хорошо. Вот, это видео тоже сейчас вне доступа, то есть его нигде нет. Ну, скажем так, вот пресса, да, федеральная сообщает то, что по источникам, в МВД говорят то, что они добровольно, ну, сообщили своим родителям свое местонахождение, и сейчас они как бы самостоятельно добрались там до родственников, и все у них хорошо, и, типа, не надо поднимать панику. На самом деле, эта информация абсолютно не подтверждена, девушки действительно находились, ну, в страхе и в шоке, они не ушли бы так самостоятельно. Ну, даже вот эти факты, они говорят о том, что это не был какой-то свободный поход, и там, ну, что-то такое. Также есть информация о том, что они якобы сказали, мы приехали в Казань погулять, посмотреть город, вот, ну, понимаем, да, что с маленькими ребенком по 5 утра на машине, ну, это информация так для замыливания глаз. Как они выглядели, может, там, синяки, ссадины, вы чувствовали себя как? Они, синяков ссадины не было, но, во-первых, это девочки восточные, они полностью покрытые, мы их не осматриваем, естественно, да, женщин обратившихся. Выглядели они достаточно встревоженно, вот, но при этом, когда мы спрашивали, как вы себя сейчас чувствуете, они говорят, сейчас легче, как будто бы, ну, как будто появилась возможность жить, вот, то есть было такое вдохновение даже у них, что они, наконец, смогут начать нормально жить, свободно. Вот, и, то есть маленький ребенок, ну, как бы, было ощущение, да, то, что вот выдохнули они. Айшат и Фатиму хотели спрятать отродни в другом месте, но они успели. В МВД Татарстана заявили, что проводят проверку по факту происшествия, но больше никакой информации о результатах этой проверки нет. Ни в каких официальных протоколах задержания имена девушек не упоминаются, в отделениях полиции они не зарегистрированы. Прибыв в центр помощи, Айшат и Фатима написали заявление. Меня отдали замуж в 18 лет. Я два года в браке и сейчас в ужасе. У меня не было выбора, после замужества не было работы, учебы. Муж постоянно недоволен чем-то, от этого ссоры каждый день. К родителям пускал редко, говорил, что имеет право вообще не пускать. Был выкидыш из-за нагрузок и нервов. После этого я решила, что лучше уйти. Меня выдали замуж не по своей воле в 17 лет. Никогда не хотела семейную жизнь в таком возрасте. Физического насилия нет, но морально уже не могу. Когда я сказала, что не могу быть с ним и хочу вернуться домой, муж мне сказал, умерешь там, где тебя замуж выдали. Нет образования, потому что нигде не училась. Мое мнение не имеет значения. Так было с родителями и с мужем то же самое. Не хочу для своей дочки такой же жизни. По словам учредителей фонда, отец Айшат, 53-летний Алихаджи Всягиб Гусейнов, когда-то состоял в Дум-РТ. До этого он учился в Сирии, а сейчас является влиятельной религиозной фигурой в Дагестане и проповедует весьма радикальные взгляды, особенно по отношению к женщинам. В Татарстане таких дерзких случаев похищения тех, кто приехал сюда за помощью, еще не было. Поэтому сотрудники фонда пытаются заручиться поддержкой всех ведомств. Они обратились к полномоченному по правам человека в Татарстане и даже дошли до помощника президента. За 6 лет работы благих дел помощь получили более 700 женщин. Около 200 из них проживали в мамином доме, пока не устроились на работу и не построили самостоятельную жизнь. Редактор субтитров А.Семкин